Всем привет! Меня зовут Андрей Гой и вы на канале Авантюра Плюс. Встречаемся, друзья, мы с вами сегодня не на рыбалке, а в домашних условиях и вот по какому поводу. На дворе зима, как видно в окнах, наверное, выпал снег, замерзает лед на озерах и пришло время зимней рыбалки. А в зимней рыбалке одной из немаловажных составляющих это экипировка рыбалола. И вот у меня появилась еще одна деталь в экипировке, которая даст мне возможность комфортно чувствовать себя на зимней рыбалке. Это зимняя обувь рыболовная, которую я приобрел буквально на днях, готовясь к зимней рыбалке. Это сапоги Норфин Беринск Спайк. Размер я брал 43-44, потому что я, судя по отзывам в интернете, я слышал, что читал много, что они маломерят, что нужно брать побольше размер. И действительно, я мерял в магазине сапоги такие. 42-й, который я ношу, размер был очень вплот, прям впритык по ноге. А вот 43-44, нога свободно в этом сапоге себя чувствует. И я думаю, что я не замерзну. Тем не менее, она там сидит очень-очень даже нормально, плотно. Посмотрим, что за сапоги. Познакомимся поближе. Сейчас я вам все покажу. Сапоги Норфин Беринг Спайк на минус 45. Почему я купил эти сапоги и искал именно эти сапоги? Потому что они, у них есть несколько преимуществ перед другими сапогами. И какие, я сейчас вам объясню. Давайте откроем коробку и посмотрим на них. И попутно я буду говорить вам, рассказывать о своих впечатлениях. Вот такая коробка. Пара сапог. Левый, правый. Всякие красивые бумажки. Минус 45. Артикул. Инструкция по эксплуатации. Так, все. Это все было в коробке. Коробку убираем и смотрим на сапоги. Почему я их купил? Они с шипами. В прошлом году я был на льду в валенках. Валенки по льду очень скользят. Надеюсь, что шипы мне помогут не скользить на льду и не падать. По крайней мере, я уже выходил один раз на улицу у них тестировал. На укатанном снегу они очень устойчивые, очень крепко держатся. У них очень такой протектор рифленый, что помогает более устойчиво держаться на снегу. Они очень легкие. Конечно, по сравнению с теми валенками, в которых я ходил на рыбалку в прошлом году, они раза в три, наверное, легче. Материал сам Эва легкий. Никаких толстых подошв из другого материала на них нет и поэтому они очень-очень легкие по весу. Мне кажется, что пара сапог этих меньше весит, чем один валенок. Что в них внутри? В каждом сапоге вот такой вот пятислойный вкладыш. Вот видно сразу сверху, что фольгированный материал. Внутри мех. Усиленная пяточка. Размер 43-44. Внутри сапога каждого есть стелька. Стелька почему-то, я чувствую, рукой она не доходит до самого носка где-то на сантиметр. Стелька вот такая. С двух сторон она войлочная. Посередине какой-то материал типа пеноплена. Мягкий. Вот прослойка такая. Вот такие вот стельки в каждом сапоге. И внутри у них ячеистая такая структура, чтобы туда отводить влагу. Наверное, будет видно. Если не видно, покажу потом поближе. Вот. Итак, в обоих сапогах одинаково. Стельки, по-моему, равнозначно, что правая, что левая. По форме не вижу разницы. Попробуем надеть эти сапоги. Так. И валенки, которые внутри, вставка, она тоже, по-моему, одинаковая. Нет разницы, левая или правая. Да. Так. Вставляю вставку в сапог. Это удобно, что вставка достается. Можно после рыбалки достать и просушить. Проветрить, просушить. Потому что, когда много часов в обуви ходишь, естественно, там после этого ее нужно сушить. Так. Все. Вставку я вставил. И попробуем одеть. Одеваю термоноски, по рекомендации производителей. И одеваю сапоги. Да. Тут еще вот на манжете есть, я не сказал, есть такая вот штучка, как уплотнитель. Здесь не кнопка, здесь просто стяжечка такая. На одном сапоге и на втором сапоге точно так же. Стягиваем уплотнитель. Вот. Вот такие сапоги. Вот так они смотрятся на мне. Вот их подошва. С шипами. Здесь они не скользят, конечно. Надеюсь, на льду тоже скользить не будут. Вот. Почему я выбрал именно эти сапоги, сейчас я вам расскажу. Я некоторое время мониторил весь интернет, рыболовные магазины, что продается в этом сегменте. И в конце концов у меня выбор пал на две модели. Это Торви минус 45 и вот этот Норфин Спайк. Берлинг Спайк. В чем разница? В Торви сделаны они из того же материала Эва, но у них нет шипов. Поэтому я был склонен изначально более к шипам, чтобы не скользить на льду, потому что довольно часто встречается такое, что на льду нет снега, лед, а на ледяной поверхности лучше все-таки себя чувствовать более уверенно. И шипы это дают, это уверенность. Я еще не пробовал эти сапоги на льду, но я приблизительно представляю, как это может быть. Потом, сапоги Торви я померял в магазине, померял сапоги Торвис, померял сапоги эти. И все-таки по ноге мне удобнее были вот эти сапоги, именно вот Норфин. Ну, возможно, у кого-то там другие ноги у людей, и кому-то более удобным покажутся сапоги от другой фирмы. Я уже пользуюсь продукцией этого бренда Норфин. У меня есть летний костюм, в котором я хожу на рыбалку от Норфин. Очень удобный, вы можете посмотреть обзор на него на моем канале. Также есть, и посмотрим, как будет эксплуатироваться эта продукция, вот эти зимние сапоги. Надеюсь, что они оправдают мои ожидания. После того, как я схожу несколько раз на рыбалку, я еще расскажу вам о своих впечатлениях после эксплуатации. Как они себя ведут, по удобству, по нахождению долгое время в них. И тогда поподробнее еще вам расскажу после рыбалок. А на этом я заканчиваю, друзья. И я надеюсь, увидимся уже с вами в следующий раз на зимней рыбалке. С вами был Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всего доброго. До встречи на рыбалке, друзья.